Приветствую вас, дорогие ребята! Меня зовут Анна Олеговна и мы продолжаем наши уроки английского языка по учебнику Spotlight 4 класс. И у нас здесь еще небольшая порция новых слов. В прошлом уроке мы познакомились с вами с различными местами в городе, зданиями, а сейчас мы познакомимся с профессиями. So, listen and repeat. Number one. Baker. Если вы выучили слова с прошлого урока, то вы помните, что bakery это у нас булочная. Соответственно, человек, который выпекает, потому что здесь глагол bake, выпекать, baker это булочник или пекарь еще мы говорим по-русски. Number two. Greengrocer. Соответственно, это человек, который работает в овощной лавке, да, зеленщик мы его еще называем. Ну, не знаю, вы, наверное, сейчас такое слово и не слышали, как-то оно не очень употребляется в русском языке. В общем, это человек, который работает и продает овощи и фрукты, зеленщик. Number three. Mechanic. Очень созвучно со словом механик русским. Number four. Postman. Почтальон. Waiter. Официант. Nurse. Медсестра. Six new words. Шесть новых слов профессии нужно будет запомнить. Exorcist number two. Who says what? Look, read and match. Кто говорит что-то, посмотрите, прочитайте и соотнесите. То есть здесь это, ну, причине похоже на загадки. Итак, кто-то говорит о себе, но не называет свою профессию, а мы должны отгадать, что же это за профессия. Number one. I wear a uniform. I serve food and drinks. Я ношу униформу и я обслуживаю в еде и напитках. Who is this? It's a waiter. Официант. Yeah. B. I wear a white uniform. I help sick people. Я ношу белую форму и я помогаю больным людям. Sick, болеющий, больный. It's a nurse, you're right. Next, I carry a big bag. I take letters to people's houses. Я ношу большую сумку. Я доставляю письма в дома людей. Who is this? It's a postman. D. I sell fruit and vegetables. Я продаю фрукты и овощи. It's very easy. It's a green grocer. I bake bread and make cakes. Я надеюсь, вы повторили мою паузу. Я выпекаю хлеб и делаю тортики. It's a baker. It's a baker. I work in a garage. I fix cars. Я работаю в гараже. Я чиню машины. It's a mechanic. It's a mechanic. Механик. Вот такие, по сути, это определения для профессии. Если у вас здесь есть незнакомые слова, пожалуйста, вы их все выпишите. Может быть, вы не знали слова sick, а потом carry, нанести. Что еще? Sell, bake, fix cars, чинить машины. Это нам очень важно, чтобы все незнакомые слова стали знакомыми после проработки урока. Good. Let's go further. Access number three. Chit-chat. Болтовня. What do you do? Что ты делаешь? Имеется в виду не в данный момент делаешь, а чем ты занимаешься. I'm a nurse. I help sick people. Я медсестра. Я помогаю больным людям. Where do you work? Где ты работаешь? At a hospital. В больнице. И по аналогии мы можем, в принципе, любой профессии спросить, да? Используя вот эти вот различные выражения, кто что делает из предыдущего упражнения. Давайте с вами потренируемся. Например, спросим. What do you do? И давайте возьмем, допустим, I'm a postman. Where do you work? I work at the post office, да? На почве. Или what do you do? I'm a mechanic. I fix cars. Where do you work? I work in a garage. Next exercise very important. Следующая страничка, следующее упражнение у нас очень важное. Здесь у нас нужно выучить слова. Они у вас выделены жирным шрифтом. Сейчас мы их разберем. Еще справа написано разными цветами. Always, sometimes, usually, never. Давайте их прочитаем, переведем. We always play football on Sundays. Мы всегда играем в футбол по воскресеньям. И смотрите, стоит 4 галочки. Это означает, что действие, оно постоянное. Оно всегда. И здесь нам нужно запомнить слово always, всегда. Next. We usually wake up late on Saturdays. Мы обычно просыпаемся поздно по субботам. И смотрите, у нас уже три галочки. Обычно это может случиться, но иногда может и не случиться. Это уже все-таки обычно не всегда. Поэтому usually запоминаем обычно. We sometimes go to the park. Мы иногда ходим в парк. Уже две галочки. То есть действие происходит пореже. Иногда. Может быть два раза в неделю. Может быть вообще один. Это иногда. И последнее. We never go to school on Sundays. Мы никогда не ходим в школу по воскресеньям. И стоит у нас крестик. Действие никогда не происходит. Итак. Four words. They are very important. Четыре слова. Очень-очень важны. Always. Всегда. Usually. Обычно. Sometimes. Иногда. Never. Никогда. Записывать их в свой словарик обязательно очень. Number four. Read and match. Then say. May. Прочитай и соотнести. Затем. Расскажи. Да. И здесь у нас первая идет часть вопроса. How often do you? How often? Это как часто. Как часто. И дальше мы можем вторую подставлять часть вопроса. How often do you wake up late? Как часто ты просыпаешься поздно? И вы сейчас выбираете любое из этих четырех слов. Потому что любое слово вы можете использовать здесь. В зависимости от того, как часто вы поздно просыпаетесь. И для примера смотрите. У нас внизу есть. I never wake up late. Я никогда не просыпаюсь поздно. Угу. Вы можете сказать про себя сейчас. Но основное правило смотрите. Что вот это слово в утвердительном предложении. Usually. Always. Sometimes. Или never. Оно занимает второе место в предложении. Это очень важно. Потому что в английском языке у нас фиксированный порядок слов. И у каждого слова в предложении есть свое место. И редко мы можем что-то переставлять. Не станет. Okay. Next. How often do you clean your room? Как часто ты убираешься в своей комнате? Если вы хотите сказать я иногда или я обычно. Да. Мы ставим слово I sometimes clean my room. Или I usually clean my room. Я обычно убираюсь. Next. How often do you play sports? Как часто ты занимаешься спортом? Ну, сейчас говорите вслух про себя. I. Словечко вставляем, которое относится к вам. Play sports. Next. How often do you go shopping? Как часто ты ходишь за покупками? I sometimes go shopping. Допустим. Вы говорите свою ситуацию. How often do you read a book? Как часто ты читаешь книги? I usually read a book. Обычно я читаю книги, да. Даже если не дополнительные, то по литературному чтению наверняка вы читаете много. How often do you wash the dishes? Как часто ты моешь посуду? И сейчас вспомните, моете ли вы ее вообще. Или I never wash the dishes. Последнее. How often do you walk to school? Как часто ты идешь пешком в школу. Work – это именно пешком. I sometimes walk to school. Или I always walk to school. Понятно? С этим разобрались. Четыре слова выучиваем наизусть. Не путаемся с ними каждое, что означает. И ставим в правильное место в английском предложении. В утверждении это всегда второе место. I never. I usually. I sometimes. I always. Good. Access is number five. Listen and repeat. Послушайте и произнесите. Итак, здесь у нас, как всегда, такая скороговорочка на какой-то английский звук. И этот звук в этом уроке будет звук R. Потренируйтесь сейчас его воспроизвести. R. Это такой сложный звук, потому что в русском языке его нет. Он новый для нас. R. Listen to me. A girl with golden curls serves burgers on Thursdays. Смотрите, как много слов с этим звуком. Давайте отдельно их назовем. A girl. Повторяйте. Curls. Я надеюсь, вы помните. Это кудри. Serves. Это слово русское отсюда. Сервис, да. Обслуживает. Burgers. Бургеры, помним. И четверг Thursdays. Целых пять слов у нас в этом предложении со звуком R. Еще раз давайте по частям. A girl with golden curls serves burgers on Thursdays. Теперь по частям сами произнесите медленно, а потом попытайтесь соединить все. Сначала медленно, не пытайтесь сказать быстро, лучше не ошибайтесь и выговаривайте каждый звук. A girl with golden curls serves burgers on Thursdays. Мы увидим, что у нас есть табличка с тремя колоночками. И посмотрите, этот звук R образует различные буквосочетания, их аж целых три штуки. В первой колоночке буковка I и R, если стоят вместе, как в слове girl, девочка или birthday. Это звук R. Давайте прочитаем. Birthday, circles, circle, shirt, thirty. Здесь еще не написали girl. Если во вторую колоночку мы смотрим, буковка U и A, они тоже дают звук R. Her, nurse, surfing, turn, curtain, turkey. И бывает такое, что буковка I и A, когда стоят вместе, тоже дают звук R. Her, surf. And exercise number seven, copy, complete and read. Скопируйте, имеется в виду в тетрадь перепишите. Ставьте пропущенные буквы и прочитайте. Я надеюсь, что вы с этим упражнением справитесь сами, потому что все эти слова у нас в упражнении номер шесть. В табличке есть. Вы должны их узнать и правильно написать. I are, you are или E are. Будут давать звук R. Ну что ж, на этом наш урок подходит к концу. Вашим домашним заданиям будет обязательно выучить новые слова профессии, а также слова со странички 28. Always, usually, sometimes, never. А я с вами прощаюсь. See you next time. Bye!